Сегодня поговорим о теме, с которой связан любой человек в городе, с тем, с чем сталкивается каждый день, что большинство, скажем так, в той иной степени жителей города, это общественный транспорт в городах России. Город удобный для жизни, это город, который обладает качественной транспортной системой. То есть мы можем сказать, что для того, чтобы город стал удобным, он должен обладать качественной транспортной системой. Самое интересное, что в России на сегодняшний день именно общественный транспорт, та часть транспортной системы, основная часть буквально ее, именно она испытывает большие проблемы во многих городах. Где-то из-за непонимания принципов, где-то из-за хладного отношения областей к этой проблеме. В любом случае, обобщить это можно так. Общественный транспорт в многих городах становится хуже, качество снижается, при том автомобилисты становится больше, люди предпочитают их чаще. Это такой круговорот получается. И решить проблему можно, но для этого нужны все-таки качественные перемены, нужна реформа транспорта, системы и так далее. Если кратко назвать проблему общественного транспорта, я сейчас хотел назвать именно проблему, а потом подумал, что интереснее будет рассказать о причине такого положения общественного транспорта в современной России. Проблемы общественного транспорта. Одной из основных причин является свобода выбора места застройки. Речь идет о том, что многие микрорайоны сегодня строятся на больших расстояниях, на большой удаленности от центра. Обслуживать такие микрорайоны общественным транспортом становится очень проблемным, потому что, во-первых, это затратно, во-вторых, собираемость пассажиров во многих микрорайонах недостаточно, чтобы туда ходило предпоследовательное количество автобусов. Это все снижает качество. Второй важный аспект – это свободный или бесплатный проезд в центры городов, в том числе и исторические центры. Факт того, что мы привыкли, что можно приехать в центр города и бесплатно припаркаться где-нибудь, уже обычно для нас, в то время как на первых городах Европы, и теперь уже в США, и даже уже в Москве, теперь реформа проводится, что центры городов становятся платными, парковка на них. Но, к сожалению, в силу многих причин в России все эти реформы очень трудно спускаются вниз на периферию, и поэтому, наконец, в нашем городе администрация ослышать пока такого не хочет, но это вопрос времени. Третий пункт – удобный быстрый паркинг, в принципе, вытекает из второго, то есть, чем удобнее и проще парковаться в центре города, тем, скорее всего, вы поедете на автомобиль, если у вас есть возможность выбирать, например, в случае, если этот показатель ограничить, то уже многие задаются вопросы. Но это в случае, если у вас есть и автомобиль, и вы имеете возможность выбрать автобус, в общем-то, разная цель. Избирательное субсидирование инфраструктуры. Примеров множество. Например, на 2016 год, к примеру, один из городов, не буду называть его, распределил бюджет свой так. 600 миллионов рублей выделяется на дороге и всего лишь 10 миллионов на общественный транспорт. Как вы думаете, при таком финансировании качество чего будет лучше? Самое парадоксальное в том, что даже при выделении таких огромных бюджетов на дороге мы имеем не очень хорошие дороги, как все это знают. То есть, очень много денег уходит, по сути, в никуда. Хотя можно было финансировать общественный транспорт, но сейчас об этом поговорим. Конкуренция муниципального частного перевозчика. Мы об этом остановимся более подробно чуть позже. Известная проблема. Именно из-за конкуренции муниципального частного перевозчика в Кургане исчезли троллейбусы. Нам об этом поговорим. Общественные установки. Общественный транспорт – это уделение удачников. То есть, наше общество, всего многих причин, само толкает многих покупать автомобиль. В частности, потому что престижно. Ну, не для всех, конечно, для многих. Некоторые считают, что ездить на автобусе – это не очень хорошо. Не очень достойно современного человека. Это, конечно, нужно менять. Понятие дальше «американское» введено профессором Гуконабутчиком «синдром not in my backyard», что приводится как «только не на моем заднем дворе». Ну, по-русски это будет сокращение. Не очень красиво выглядеть, поэтому следует принимать именно американское. Означает это следующее. То есть, многие люди, если проблемы их непосредственно не касаются, приглашают в этом не участвовать. Где-то там плохой общественный транспорт есть, но у меня вот есть машина, и у меня, в принципе, без разницы. Лишь бы это меня лично не касалось. Поэтому я не буду участвовать ни в обсуждениях общественных, ни в чем другом. Так. Все проблемы общественного транспорта можно свести к трем фактам. Первое. Популярнее автомобиль становится, если низкое качество общественного транспорта. Это мы уже знаем. Второй пункт – это бесплатная парковка, как мы уже говорили. И третий – это низкоплотная застройка. Об этом мы еще поговорим. Если в каком-то городе есть хотя бы один из этих пунктов, то нужно уже задуматься. Если в каком-то городе есть все три пункта, значит, скорее всего, вам нужно менять администрацию города. Я думаю, что для Кургана мы можем все эти три пункта насчитать и возвести в квадрат. Сейчас поговорим о пункте «Низкоплотная застройка». Все мы знаем, что застройка бывает высокими зданиями, низкими зданиями, у каждой есть свои преимущества. В частности, многолетарная застройка – это микрорайон «Заозерн», например, и многие такие. В принципе, она рассчитана на использование общественного транспорта, так как там очень мало парковочных пространств. Практически все жители новостроек жалуются на то, что у них негде парковать машины и так далее, потому что злобный застройщик не предоставил им парковочные места и так далее. На самом деле, нужно понимать, что застройщик тоже на всем практически экономит и не может обеспечить парковкой всех желающих. Зато может обеспечить парковкой всех желающих низкоплотная застройка. Это многие знают по фильмам «Виле» – американские пригороды, бесконечные поля домов. Ну, здесь вот там проявили три корона. У всех есть парковка здесь. Но смотрите, что мы получаем, какая площадь занимается каждым, всем районам. Такая застройка очень хорошая для использования автомобиля. В проездах нет пробок никогда, можно удобно выехать, там автострады и так далее. Но здесь невозможно двигаться пешком, потому что очень гигантские расстояния. Пешеходное движение сразу не выгодно для человека. При использовании низкоплотной застройки, кстати, в Кургане, например, низкоплотная застройка, в принципе, можно считать то, что сейчас строится за Увалом. Ну, конечно, не совсем то, с ним это не похоже, но принц тот же самый. То есть, в основном, живущие там, большей частью, ездят туда на автомобилях. Общественный транспорт там абсолютно никакой. Допустим, автобус «шестерка» на Увал, она была сокращена. Там сейчас ездит маленький автобус всего лишь. Хотя в свое время ходил большой, там было удобно добираться туда. Чем плохая низкоплотная застройка для города? Тем, что при увеличении расстояния растягиваются коммуникации инженерные. Нужно строить больше дорог. То есть, обслуживание этой застройки очень дорого. Это, кстати, один из ответов на вопрос, почему у нас коммунальные услуги обходятся так дорого. Потому что нерационально города спланированы, и многие районы построены так далеко друг от друга, что затраты на их обслуживание, на обслуживание их инфраструктуры, становятся просто невыносимыми для местных бюджетов. Здесь мы подходим к важной схеме. Это парашный круг общественного транспорта. Очень интересная схема, на самом деле. В принципе, здесь такой. Это круговорот. Проблемы общественного транспорта нарисованы все здесь, по сути. Чем меньше доходов общественного транспорта, тем больше вероятность того, что он перейдет на самоокупаемость. То, что у нас в Кургане и, собственно, сделали. То есть у нас весь общественный транспорт теперь в руках частников, абсолютно, на самоокупаемость. Это приводит к тому, что привлекательность снижается, потому что, разумеется, частник на всем будет экономить. Это, в свою очередь, приводит к тому, что многие перейдут на личные автомобили, но тем, кому позволяет бюджет, конечно. Тем, кому не позволит, они так и будут толкаться полтора. Это приводит к тому, что пользователей общественного транспорта становится меньше, движение становится интенсивнее, и это снова приводит к снижению доходов общественного транспорта. Это такой проговорот. В самом общем смысле, мы любим строить дороги все, любая администрация, любят строить дороги. Чем больше дорог, тем больше парковок. Раз больше парковок, значит многие люди используют автомобиль, потому что на нем просто передвигаться, но не можно где-то парковаться, почему бы не проехать. Допустим, в магазин за продуктами многие едут на автомобиле, а вот они на автобусе. Пользователи транспорта становятся меньше общественного, это приводит к интенсификации дорожного движения, это приводит к росту нагрузки и снова к строительству дорог, потому что чем больше нагрузка, тем нужно больше дорог построить. Выбраться из этого запнутого круга кому-то удавалось в России, пока только Москва начала какие-то попытки в эту сторону делать, но это только первые шаги. Отдельный момент, на котором я хотел бы остановиться, это конкуренция рынка перевозных, то есть фактически это личные отношения муниципального транспорта и коммерческого. В Кургане, как я уже сказал, весь транспорт сейчас коммерческий, троллейбусы у нас временно закрыты, временно, их пока еще все-таки до конца не убрали, там еще вопросы решаются с этим. Сейчас в предприятии МУПГЭТ в стадии банкротства. Вообще маршрутки, которые нам с вами всем известны, газельки и так далее, они в мире используются в основном в развивающих странах, не в развитых. То есть страны Матинской Америки, страны Африки, там они, конечно, занимают всю маршрутную сеть, как и у нас. Ну, в Кургане немножко не так теперь, хотя раньше тоже было много газельки. Но вот если вы приедете в любой крупный город, кроме Москвы, там вы увидите много этих представителей. Форд различных и так далее. В Европе, конечно, все не так, потому что там умеют считать отрицательный эффект, который эти маршрутки оказывают на город. И, в принципе, там они есть, конечно, но там один-два маршрута на город, не больше. Это очень легко встречаться в Европе. И то они окруживают какие-то отдаленные совсем уж районы, туда, где не могут добраться трамвай, троллейбусы и так далее. Почему газелька, ну и коммерческий транспорт, скажем так, или маршрутка, будем обобщать? Чем она хуже, чем обычный автобус, когда лазьбы? Ездить быстро. В транспортной урбанистике есть такое понятие, как коэффициент использования площади полезной. То есть это отношение площади, занимаемой транспортным средством, количество пассажиров, которое она может перемести. В данном случае газельки оказаться вне выигрыша. Вот на этой схеме даялка видно. У вас есть 100 пассажиров, сколько нужно транспортных средств, чтобы их перевести? Это сколько здесь? 9 газелей, 3 базика или 1 большой автобус. Представьте теперь, если эти 100 пассажиров будут перевозиться одним автобусом, они просто едут и все, на улице больше не будет кроме них. Если их начнут перевозить 9 газелек, они тоже займут место определенно на улице. Это ключевой факт. Из этой схемы вытекает следующее. Если у вас сидит, допустим, 60 человек, вы можете разместить их в этом количестве автомобилей. Это займет всю улицу. Но вы же можете разместить их в одном автобусе. И улица будет пуста. Либо вы можете разместить их на велосипедах. Это уже вариант энтузиастов для наших людей, конечно. В наших городах, в российских. Хотя за игром это обычно дело. Хотя соотношение количества автомобилей и велосипедов наглядно показывается. Дальше вытекает следующая схема. Для трамая. 30 тысяч человек в час. Средняя выпускная способность большой автострады. Эти же самые 30 тысяч человек можно провести трамая. И он будет занимать вот столько места. Тем более нужно добавить еще то, что все вот эти автомобили требуют парковочных пространств. И таким образом автомобилист потребляет в 40 раз больше площади города, чем пассажир общественного транспорта. Это ключевой момент. Кроме того, трамвай не маневрирует по полосе. Он занимает очень мало места на дороге. И таким образом, если сравнивать по эффективности. Здесь наглядно видно, что трамвай можно, кстати, наращивать еще. Если можно больше привести пассажиров, он может обедленнее, но не шире. И местом на дороге занимать он больше не будет. В наших городах, опять же, от трамваях многие отказываются, считая, что они занимают много места. Хотя непонятно, кто из них занимает больше места. То, что трамвай занимает две средние полосы или три, в сравнении с общей площадью дорог в городе, это не так важно. Поведение в трафике, да, очень важный момент. Также маршрутка, да и пазики тоже, вы все знаете, они маневрируют в потоке, постоянно кого-то обгоняют. Это создает опасность для пассажиров. На комфорте общественного транспорта это, разумеется, не сказывается никак. Второе, как трамвай, например, он едет спокойно, пропускает всех, выполняет нормативы и так далее. Манера вождения очень важна, так как водители зачастую набирают, как у кого попало, особенно маршрутчики. И те не следят за качеством перевозки, они просто стремятся успеть в нужное время куда-то приехать. Главный интерес, здесь вот сейчас разберем финансовую сторону всего этого безумия, главный интерес в обороте налички, именно у маршрутчиков. Вообще везде, где есть оборот налички, чаще всего встречается теневой рынок, то есть это оборот теневых капиталов. И маршрутчики в этом очень сильно заинтересованы. Почему? Потому что маршрутки находятся вне контроля вообще. Они работают как индивидуальные предприниматели в виде многих автобусов. На упрощенном налогообложении многих налогов они не платят просто. Соответственно, за качество подвижного состава автобусов многие следят неподавающим образом. В то время как муниципальный транспорт, троллейбусы, или вот раньше в Кургане было предприятие МПГБТ, оно в 2006 году развалилось, точнее его искусственно развалили. Муниципальный транспорт, он платит все налоги, следит за повышением качества обслуживания, повышает квалификацию водителей, кондукторов, платит премии им за хорошую работу и так далее. И теперь, зная это, мы понимаем, что частник тратит гораздо меньше средств на перевозки, чем муниципальный транспорт. Конечно, в такой ситуации муниципальный транспорт будет загибаться просто. А если ему помогает еще и город, то ситуация будет напоминать то, что у нас есть. Блоги спрашивают, почему, допустим, троллейбусы, они такие все старые, дырявые, ржавые, почему я должен ездить на троллейбусе, а не на машине или хотя бы даже не на пазике. Зачем нам троллейбусы в городе? Ну, конечно, они ржавые, дырявые, но не потому что они такие плохие сами по себе троллейбусы, потому что их в последний раз обновляли 20 лет назад. И, собственно, развитием троллейбуса никто не занимается в городе. Конечно, они придут в таком состоянии. Тем более, всю выручку, практически всю выручку у них оттягивают пазики. Ну, это в Кургане пазики, в целом маршручники. В таких условиях троллейбусам и общественному транспорту муниципальному очень трудно выживает. При том, что они пытаются платить все налоги, как я уже говорил и так далее. Очень большой фонд на оплату труда, то есть средняя оплата труда в муниципальном транспорте выше, чем в частном. Кроме того, муниципальный транспорт и коммерческие конкуренты друг к другу – это понятно. А вот два различных индивидуальных предпринимателя – конкуренты вдвоение друг к другу. Потому что мы часто видим эту ситуацию в чем? Причем, одна маршрутка обгоняет другую, чтобы сорвать пассажиров с остановки скорее. Потому что ему важно как можно больше перевести пассажиров. Не качественнее именно, а больше. Это ключевой фактор. И еще можно сказать, что маршрутчики во многих городах имеют неплохое лобби на административном уровне. То есть муниципальная власть их поддерживает. Например, в Самаре есть 30 индивидуальных предпринимателей, перевозящих людей. Но все они принадлежат трем человекам. И все эти лидеры будут в администрации городской. То есть это во многом выгодно. В этой ситуации выиграть честно муниципальному транспорту у частного, конечно, почти всегда не получается. Важный момент еще – наполняемость. То есть из-за того, что машин на линию частник выпускает обычно в самый притык, то есть ему нельзя отбросить в убыток, ему очень тяжело, он очень мало машин выпускает на линию. Это привык к тому, что автобусы забиваются просто в мясо. Те, кто утром ездит из-за озерна, в частности, если кто-то живет, они прекрасно знают, что уехать в 7 часов утра из-за озерна в центр очень трудно, потому что автобусы едут очень плотно набиты. При том, что недавно была горячая линия с администрацией города и нас уверяли, что автобусы ездят полупустыми. Ну, вывод есть только один – многие работники администрации после не пользуются общественным транспортом. То есть они после не знают, с чем работают по сути. В таких условиях выиграть честно, конечно, не получится ни у кого. Еще интересный вариант, когда есть троллейбус и есть маршрутки. Так вот, у одного троллейбусного маршрута может быть 10 маршруток-дублеров. В такой ситуации, конечно, маршрутка ездит быстрее, их больше, потому что их стараются выпустить больше. Это выгоднее. Она просто приезжает на остановку перед троллейбусом и забирает всех пассажиров. В итоге троллейбуса остаются только льготники, которых он собирает. Пассажиров у него нет, все пассажиры в маршрутке. Доходов у троллейбуса нет, все доходы в маршрутке. В этой ситуации троллейбус, конечно, не может выжить без поддержки. Такой поддержки нет, потому что федеральная власть, она фактически самоустранилась от решения проблем транспорта в России и спустила это на плечи муниципальных властей. А муниципальная власть, как я уже говорил, имеет иногда свой интерес, поэтому даже целенаправленно начинает душить муниципальный транспорт, как у нас в Куране произошло. Он был постепенно заменен коммерческим целиком. Несмотря на то, что есть контролирующее управление у нас, ну не якобы муниципальное, но фактически все это в рукопчасти где-то находится, вот с троллейбусом в этом не такое или менее дело. В Москве, конечно, проблем меньше, потому что там другая транспортная политика. Вообще люди очень хорошо покупаются на фразу «у нас нет денег на развитие троллейбуса», но при том никто не задает вопрос, а почему у вас один троллейбус на маршрут дублируется 10 коммерческими, которые отбирают на него пассажиров. Люди просто видят, кто из них быстрее приезжает, и начинают садиться в первом автобусе, потому что нужно успеть на работу. Здесь хочется восхититься городом Москвой, конечно, потому что с новой транспортной политикой, которую проводит Дептранс, это их регулирующий орган, его возглавит Максим Люксутов сегодня, его очень много критикуют, конечно, в зарплатной парковке. С их транспортной политикой у них есть один орган, который управлен всем транспортом, общественным транспортом в городе. Он сам устанавливает тарифы, он сам распределяет время, где больше маршрутов, где меньше, все это он решает. Таким образом, централизованное управление общественным транспортом – это единственный выход. Рынок здесь и конкуренция ничего не решают совершенно. Если вы отдадите общественный транспорт конкуренции и рынку, то вы получите вот то, что сейчас у нас имеется в городе. Конечно, в пазиках ездить не любит никто, но троллейбусы у нас тоже не любят многие. И каждому человеку приходится объяснять, с чем же все-таки троллейбус выгоднее. Конечно, в том виде, в котором они существовали, у нас это неприемлемо. Троллейбусы нужно модернизировать вовремя. Но если выделять не 600 миллионов на дороге и 10 на муниципальный транспорт, как-то перераспределить расходы, то, конечно, можно увеличить наполняемость. Так, ну, и теперь самая важная фраза, которая характеризует следующий кусок рассказа. Это, опять же, профессор Пенсильманского университета, Вукан Вуч. «Побытки решения проблем затора с расширением дорог подобны походкам изглавления от избыточного веса по темно ослаблению ремня». У нас привыкли просто многие, если где-то на какой-то улице возник затор, ее обычно расширяют. Как это хотели сделать с Куйбышева недавно, буквально, да и Карла Маркса, вот, собственно, так же запустили. И вообще по всей России это повсеместно. По сути, вы не избавляетесь от проблем, а просто оттягиваете ее на дальний срок, который потом Василий Срон заявит. Здесь нужны принципиальные меры, так вы пробки не победите. Хороший пример — это Лос-Анджелес. Многие видели, может быть, в играх или в фильмах, множественные развязки, широкие дороги и так далее. Так вот, Лос-Анджелес является худшей по условиям жизни агломерацией в мире, потому что там все сделано для автомобилей и там невозможно абсолютно жить. Центральный район Лос-Анджелеса является, наоборот, местом, где живут бедные люди. За город там более состоятельные. И все жалуются на то, что у них очень большие пробки. Хотя везде развязки. Москва, допустим, последние, да не последние, 30 или 40 лет, она, собственно, решала все свои проблемы. Именно строительством дорог, развязок и так далее. И ни к чему не пришла. До тех пор, пока не стала ограничивать автомобили пользования. В частности, убедением платной парковки. Именно после этого скорость потока возросла на 12%. Сейчас разговоры будут по системе Платон. Дальнобойщики у нас бастуют. Конечно, там можно поспорить по самой сумме, которую запрашивают за проезд определенных километров. Но сама эта идея верна, конечно, потому что ресурс дороги и свободная площадь в городе – это очень ценный ресурс. Это не плата за воздух, как многие думают. Это очень дефицитный ресурс, особенно в крупном городе. Поэтому нужно пользование денег с нами ограничивать. Ну, здесь мы переходим к блоку предпосылки создания города удобного для жизни. То есть, что нужно, чтобы, если вы хотите, что-то исправить в вашем городе? Ну, как понятно, это уже стимулирование общественного транспорта. Здесь, кстати, уточнено. Это вот единый билет, то есть проездные и так далее. Кстати, с 2016 года в круг они хотят везти проездные. Но, учитывая то, что у нас все частники, и они враги друг другу, будет очень интересно на это посмотреть, потому что это очень сложная система. Там рынок капиталов так теневой во многом, и непонятно, кто кому должен платить. Но посмотрим, увидим. Устранение свободного рынка, то есть то, о чем я говорил. Никакой конкуренции не должно быть, дано быть централизованное регулирование муниципальное. Совершенствование пригородных ежедо-перевозок. У нас в Угане есть железная дорога, но ни одно из направлений пригородов, путяк, энергетики и так далее, она не обслуживает по сути. Потому что, в принципе, в Европе железная дорога используется как общественный транспорт очень хорошо. То есть человек может из одного конца города доехать в другой, а все потому, что там графики согласованы, все очень быстро ездит и все новое. РЖД у нас вливает деньги в основном в свой бренд очень часто. Второй пункт важный – это, конечно, снижение привлекательности личного автомобиля. Не отказ, как многие думают, а именно снижение привлекательности. То есть в городе должно быть все сбалансировано. Сейчас мы видим, что дисбаланс идет в сторону личного автомобиля. То есть именно эта инфраструктура финансируется, а не общественный транспорт. Финансирование инфраструктуры личного автомобиля, то есть дорожная инфраструктура практически приводит к финансированию более состоятельной части населения. В самом общем смысле можно сказать так, что на машине может проехать только автовладелец, а на автобусе может проехать любой человек. Но мы финансируем именно конкретную касту населения. И третий пункт, ну, здесь рисунок ни о чем не говорит, в общем-то, эффективное планирование, собственно, в администрации должны быть компетентные люди, которые заканчивали специальное обучение, образование имеют транспортное, которые не просто слышали о том, что есть автобусы у нас в городе. Чтобы не было парадокса, когда у нас, например, департамент жилищно-коммунального хозяйства занимается автобусами, хотя казалось бы, причем здесь автобусы жилищно-коммунального хозяйства. Кургановым требуется своеобразный аналог департамента транспорта Москвы, как в Москве. Мы об этом говорили уже даже с представителями администрации, но пока они сказали, что это в ближайшее время нереально. Причину они не называли. Ну и завершая весь рассказ, переходим к схеме основных принципов в городе. Разумеется, финансирование городское и все приоритеты развития должны быть построены в такой схеме. Сначала пешеходы, то есть, по сути, конкретные люди, потом велосипедисты, потом общественный транспорт, за ним уже двигающийся автомобиль и только в конце стоящий автомобиль. Почему стоящий? Потому что стоящий автомобиль – это самое неэффективное использование городской площади. Он просто стоит, занимает место и ничем не полезен. А вот через то, что обычный автомобиль около 90% времени проводит на одном месте и передвигаясь, проблема становится масштабной. Ну, а что же нужно делать, чтобы как-то улучшить ситуацию? Во-первых, нужно знать, что развивать нужно не только общественный транспорт, но, конечно, и совершенствовать саму уличную дорожную сеть. То есть автомобилям тоже здесь, конечно, должно что-то доставаться. Современные методы организации дорожного движения – ОДД. Это камеры видеонаблюдения, чтобы фиксировать нарушения ПДД. Потом современные программные средства, которые позволяют рассчитывать трафик, поведение автомобилей и так далее. То есть, по сути, программный комплекс, который помогал бы осуществлять расчеты сложные. Второй пункт – это реконструкция на уровне пересечений и узких мест. То есть, перекрестки в большинстве случаев, светофоры на них настроены не очень правильно, что приводит к заторам. И здесь уже не общественный транспорт. Не только общественный транспорт стоит, но и все автомобили. Еще, кстати, забыл сказать, что одной из важных составляющих хорошего общественного транспорта – это выделенные полосы являются. Потому что только с выделенной полосой транспорт может ездить быстро, по графикам строго. Только не по интервалам, как сейчас у нас на основках. Интервалы указаны с такого-то. Столько минут, столько. Не помню, что указано. А четкое время. То есть, допустим, в Европе по времени прихода трамвая можно свернять часы. У нас такого, конечно же, нет, потому что нет невыделенных полос. Хотя в Москве они уже появляются. Но, правда, там ими зло употребляют. Многие водители ездят по ним, конечно. Но здесь уже вступает в дело первый пункт – современные методы организации дорожного движения. То есть, фиксировать нарушение не нужно. Реконструкция дорожных пресечений – это значит, что нужно настраивать светофоры так, чтобы они работали совместно с остальными светофорами. Не то, что я поставил светофор в одном перекрестке и думаю, что сейчас там аварий не будет больше и так далее. Нужно, чтобы город рассматривался как организм, где все светофоры синхронно работают по определенным программам. Опять же, это нас приводит к первому пункту. Третий пункт – использование одностороннего движения. То есть, в принципе, хорошая вещь. В Кургане она реализована на некоторых улицах. Единственное, конечно, создается опасность в России именно, потому что у нас на односторонке могут обе стороны ездить. А пешеход об этом не знает, и выходит, он смотрит в одну сторону, а у нас нужно смотреть в обе стороны односторонки. Но зато одностороннее движение помогает очень эффективно бороться с пробками, в принципе, модернизируя сложные места какие-то. Парковочный режим – это то, о чем я говорил уже. Платная парковка необходима любому городу, особенно крупному. Кургана пока что может быть еще и рановато до этого, но хотя есть улицы, к примеру, улица Средская в рабочее время. Площадь центральная превращена в парковку, по сути, хотя там можно бы ввести парковочный режим, но это надеется. Применение методов успокоения трафика – это всем известные лежащие полицейские. Кроме них еще бывают сужения дороги различные, широкий тротуар. То есть, все то, что заставляет автомобиль ехать медленнее – это увеличивает безопасность на улице для пешехода, это снижает стресс. Каким бы абстрактным не казалось это понятие, но все-таки очень нервные люди у нас по городам ходят. Мы это видим в том числе из-за того, что автомобили повсюду и нарушают личное пространство друг друга. Об этом я уже говорил, общественного транспорта, его приоритет обязательно. Гибкие парковочные тарифы, то есть мало того, что нужно ввести платную парковку, нужно еще сделать ее так, такие суммы ввести, чтобы люди могли это платить и чтобы было удобно оплачивать. Например, история с Платоном, которая сейчас известна. Там тарифы, конечно, не совсем одноразумные, на мой взгляд, можно было бы их пересмотреть. Обязательно обладание парковочным лотом по месту жительства. Здесь, наверное, многие слышали пример Японии, который будет приводить, что якобы в Японии вам не пройдут автомобили, если вы не обладаете парковочным местом. В принципе, разумно, но для современной России, а точнее для способов застройки, когда количество парковочных мест все равно будет ограничено, это довольно-таки недосягаемый пункт. Но, в принципе, к этому можно стремиться. Ограничение скорости движения. Не нужно считать, что чем большая скорость разрешена на улице, тем быстрее не поедет транспорт. На самом деле, наоборот, чем ниже разрешенная скорость, например, 40 км в час, а вот в Великобритании итого меньше 30, тем упорядоченнее движется транспорт, тем спокойнее он едет и тем меньше пробок, потому что меньше ДТП. Кроме того, на пешехода это влияет самым лучшим образом, потому что он не боится выходить на улицу, где его может сбить машина, которая мчится со скоростью 100 км в час. А как ограничивать скорость движения? Теми же методами успокоения трафика. Лежащим полицейским, например. Если вы положите на улицу лежащего полицейского, по ней уже быстро не проехать будет. Следующий пункт это «car sharing» или «car pooling». Это иностранные понятия. Просто в русском языке аналогов для них пока еще не придумали. Все-таки это иностранный материал. С времен транспортная лобанистика использует труды ученых западных университетов. Это совместное использование автомобиля. То есть по сути автопрокат. В Москве сейчас он популярен. Пока он как пилотный проект. То есть вы можете взять машину в одной точке, поставить ее в другой и уйти. Как с велосипедами. Car pooling это метод, когда вы едете на работу и берете своих соседей с собой. Сейчас пока у нас это еще не развито. Но зато, если вы возьмете троих человек, то при условии, что у них у всех есть машины, на работу поедет только одна машина, а не четыре. Это, на принципе, реально. Плата за проезд на отдельных участках улично-дорожной сети. То есть дороги должны быть платные. Не все, конечно. Но самые и не в центре города. Какие-то определенные трассы и так далее. И обязательно, чтобы был дублер бесплатный. Здесь, конечно, нужно выбирать. В России сейчас тенденция есть к этому, но пока тоже как-то с треском проходит. Создание новых регулирующих структур. Это дорожная полиция. То есть лично я считаю, что ГИБДД у нас, мягко говоря, неэффективно. Нужно полномочия как-то разделять. Хотя они жалуются, что у них очень много задают полномочий и не справляются с ними. На самом деле нужна отдельная дорожная полиция. Нужна отдельная служба по контролю за соблюдением правил парковки и так далее и тому подобное. Ну и последний пункт это согласование землепользования и развитие инфраструктуры. То есть по сути нужно строить компактно, не хаотично, как у нас сейчас это делается. Несмотря на то, что соответствует генплану вроде бы. Строить так, чтобы из точки А в точку Б можно было добраться по кратчайшему пути. Например, из-за озерного в центр можно доехать только тремя вариантами. Это очень плохо. Если бы за озерный был соединен с центром сеткой кварталов, было бы очень много вариантов. И вероятность образования пробок там была бы минимальна. Но не нужно думать, что и общественный транспорт у нас такой хороший, белый и пушистый. К нему тоже есть требования определенные, которые тоже не соблюдаются. Ну, например, вот схема, очень хорошо иллюстрирующая. Чтобы общественный транспорт был удобным, человек, который и пользуется, должен задавать ему вопросы. Точнее, даже должен судить о нем по следующим работам. Он довезет меня туда, куда мне нужно. Обязательно. Он довезет меня туда, когда мне нужно. Обязательно. Потому что у нас время сейчас чаще всего не выполняется, время проезда. Он рационально использует мое время. Он рационально использует мои деньги, к тому же. То есть это уже речь о гибких тарифах оплаты проезда. Он уважительен ко мне. То, чего вообще нет сегодня ни в Кургане, нигде. Я могу ему доверять. Кто может давать паздником? Не знаю. Сейчас в Хайсле. Он дает мне свободу менять мои планы. Ну, здесь имеется в виду гибкость планирования маршрутов. То есть у нас, допустим, в городе есть район, куда автобусы ходят в минимальном количестве. Особенно от Таленна, Перчеремухова. Да тот же Увал. То есть районы активно развиваются, но в них общественный транспорт едет с неохотой. Какой выход будет у жителей этих районов? Используя автомобиль, конечно, при материальном благосостоянии. Ну и завершая лекцию, хочется на один важный момент внимания обратить. Никогда не нужно думать, что конкуренция в общественной транспортной системе – это хорошо. Рынок в данном случае не есть хорошо. Централизованное регулирование, как департамент транспорта в Москве, например, очень хороший пример. Это есть путь к развитию муниципального транспорта и так далее. Это хорошо доказывается примерами европейских городов, да и тоже Москвы. Ну, в Кургане у нас пока очень тяжело с этим, пока неизвестно, что будет с торлейбусами. Но мы надеемся, что хотя бы торлейбусы мы все-таки отстоять сможем. Предпосылки к этому есть. Хотя бы потому, что в свое время, когда улицу Куйбышева хотели расширять, мы выразили протест тогда проектом «Мой Курган». И нам случайно поговорили, что опоры электропридач контактной сети они оставляют пока что. Значит, есть надежда, раз опоры не демонтируй какое-то время. Ну, на этом, может, это все. Если вам был интересен материал, то рекомендую прочитать книгу Лука Наводчика. Называется «Транспорт. Города. Худобные для жизни». Это базовая книга, которая будет интересна для начального освоения транспортной логистики.